Современные проблемы требуют современных решений, так и здесь. Сервис Госуслуги начал предлагать пользователям вести борьбу с незаконными беспилотными объектами. Для этого предлагается установить специальное приложение radar.nf. Функционал приложения довольно прост. Человек увидел беспилотный объект, отправил запрос через портал. Далее обращение переходит в руки борцов с угрожающими для общества объектами. Теоретически портал поможет предотвратить последствия, которые может нанести беспилотник. Но как насчет людей, которые жаждут воспользоваться ситуацией. При отправке заявки пользователь автоматически подписывает соглашение об ответственности. Согласно статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, ложный донос и клевета преследуются даже в форме заявки на сайте. Поэтому любителям розыгрышей стоит обойти стороной сервис, ведь вышеперечисленные действия уголовно наказуемы и могут привести лишению свободы до двух лет. Приложение само предупреждает, что ложный донос, ложное сообщение расценивается как по статье Уголовного кодекса 306, как заведомо ложное и влечет к определенной ответственности. Все мы смотрим новости. Например, та же Москва с этим уже столкнулась в полной мере. Казань, к счастью, пока не затронула. Но в принципе такое может случиться у нас. Может быть мы даже, не скажу, ближе находимся к границе или нет, но теоретически возможно. Здание университета, например, оно очень яркое и заметное. В современном мире крайне важно думать о безопасности своей и близких и помнить, что бездействие тоже действие, которое может привести к жертвам. Любой подозрительный объект может нести опасность, а последствия безразличия могут обернуться терактом или катастрофой.